еще раз меня зовут александр я занимаюсь интеграции между продуктами 1с и нашими продуктами и сегодня вам расскажу о новинках которые уже выйдут в самое ближайшее будущее в этом релизе планы на этот релиз который еще уйдут чуть позже и про планы которые будут чуть дальше после релиза то есть там будет может между релизе или уже в следующем релизе и начать я хочу с модуля 1с back-office это наш самый последний модуль на новом концептуальном уровне и основную фишка это то что у нас уже не интеграция данных а интеграция сервисов то есть а поднимается так то что у нас есть 1с есть у нас битрикс24 это как бы разные системы и как правило в бизнесе нужен определенный функционал в 1с например учет который 1с очень хорошо делает а также есть битрикс24 который очень хорошо занимается коммуникации с клиентами взаимодействия с клиентами и поэтому нужно как-то совместить эти две системы и именно модуль back-office позволяет делать как будто эти две системы в единое пространство информационное и менеджер работы в одной системе будет не замечать как он уже будет работать уже в другой системе и именно для этого как бы очень сильно подходит модуль 1с back-office и какие же сервисы до текущий момент уже реализованы битрикс24 самый главный сервис который реализован это интеграция работ из одного окна по сути это бесшовная интеграция которая позволяет 4 и первичные документы 1с будут попадать битрикс24 битрикс24 очень просто через механизм а через механизм и реста печатной формы то есть а бухгалтер будет печатный первичный печатный документ и отправлять в реестр а менеджер уже будет конкретно прицеплять прицеплять уже к сущности битрикс24 третье это телефония битрикс24 позволяющая из использовать внутри 1с телефонию битрикс24 потому что телефония битрикс24 телефония битрикс24 она очень сильно очень удобная куча операторов поддержит поэтому не имеет как бы не имеет смысла целесообразности настраивать телефонию и в битрикс24 или в 1с а можно просто и все использовать а уже настроен телефонию битрикс24 и также последний сервис который сейчас реализован это spark riski это сервис 1с который позволяет через определенные индексы понимать благонадежно это клиент или нет можно ли вести с ним дела или нет особенно в текущее не самое простое время и по сути эти с помощью этого сервиса эти индексы будут выгружаться в компании контакт и менеджер работы уже битрикс24 будет видеть эти индексы и сможет принять решение работать с этим клиентом или не работать а если такой момент что для для использования этого сервиса необходимо действующая подписка на и тс 1с и также нужно уже подписка на этот сервис 1с потому что битрикс24 использует уже готовый сервис 1с и в этом релизе появится новый сервис называется битрикс поис который делает можно сказать что делать единую базу клиентов которые базу клиентов 1с и битрикс24 кейс использования будет использоваться такой менеджер создавая сделку аука хочет указать компанию или контакт и начинает уводить в строке поиска ну в которой подставляется и отображается или же найденные компании контакты битрикс24 или же там найдены они могут быть нужны а может быть какой-то там ненужный на это важно ненужной компании и нужно как-то поискать уже в другом месте там же будет кнопка искать в 1с при нажатии на эту кнопку отправить в 1с запрос с критерием поиска контрагентов и вернется список контрагентов которые были найдены в 1с это может быть поиск будет по наименованию или по и нн кликнув на которой этот контрагент подгружается в битрикс24 и автоматически устанавливается в сделку таким образом у вас будет иммунизация дублей между этими системами и также у вас более просто все это будет взаимодействовать и не нужно будет уже там ручками забивать битрикс24 и также можно будет по сути из 1с создавать клиенты через заполняя через нн сервис который в самой 1с так вот примерно тут в ускоренном режиме как это все работает и он сразу автоматически поставится в сделку на текущий момент этот функционал разрабатывается через некоторое время когда вот он уже будет протестирован и выйдет в релиз выйдет версия модуля бы кофе за 4 в которой будет реализован этот функционал следующий функционал который многие просили и даже не функционал от нового возможно взаимодействие с 1с на текущий момент у нас взаимодействие между 1с и битрикс24 с помощью механизм push and pull серверов то есть по сути технологии мессенджеров в этой технологии есть как и плюсы так и минусы основной главный плюс в этой технологии в том то что для взаимодействия между 1с и битрикс24 не нужно 1с публиковать на веб-клиенте достаточно лишь из 1с запустить сеанс подключения к битрикс24 и тогда она будет слушать команды от 1с и от b24 и выполнять и выполнять или на операцию а минусом такой такого такой сети по связи взять в том то что нужно постоянно держать подключение к битрикс24 что первое необходимо особенно для файлов баз одна действующая лицензия 1с а вторая то что это еще вводит дополнительную нагрузку на базу нет особенно если база 1с реализована в облачном режиме то есть там например 1с фреш или 1с клауд поэтому мы разработали новый механизм взаимодействия 1с с битрикс24 через https сервис то есть уже не 1с подключается к битрикс24 а уже битрикс24 сам стучится в 1с в этом режиме также есть как и плюсы так и минусы самый главный плюс заключается в том то что уже не нужно держать постоянное соединение битрикс24 и это освобождает лицензию 1с подключение взаимодействие между 1с и битрикс24 станет более стабильным но также есть и минусы заключается в том то что уже для этого взаимодействия нужно обязательно базу 1с публиковать на веб-клиенте многие кстати не знают что именно когда у нас связь через push and pull сервер то для большинства сервисов бэк-офиса не нужно публиковать базу веба для публикации базы веба нужно нужно было только для сервиса работы из одного окна потому что именно там в слайдере отображается уже сама 1с для реста печатных форм телефонии spark risk и даже битрикс поиска не нужно публиковать базу веб-клиенте если же взаимодействие используется через push and pull сервер этот функционал выйдет самое ближайшее время уже реализован он же протестирован я думаю что что или на этой неделе в конце этой недели или же в начале следующей недели выйдет версия бэк-офиса 3.5 для трех конфигураций которых у нас на управлении формы и там этот уже функционал будет также на следующей неделе скорее всего уже он будет на один из фреша там немножко чуть дольше операция потому что нужно еще пройти аудит самой 1с 1с фреш следующее хочу поговорить о модуле синхронизации это также модуль для битрикс24 и в нем также появится появится некоторые новинки все что такое модуль синхронизации из битрикс24 модуль синхронизации это модуль который по сути синхронизирует в режиме реального данные из 1с в 24 из и в обратную сторону и по сути он синхронизирует практически весь стрел этот модуль очень серьезный очень хороший многие ухвалят но в то же время он довольно таки сложно потому что обмениваться кучу данных и тут возникает именно проблемой настройка переноса этих данных с первоначальном заполнении то чтобы данные не дублировать поэтому этот модуль очень хороший очень классный в то же время настраивать его чуть сложнее чем модуль бэк-офис также здесь появились появились и появится на этом релизе новые изменения а первое точно также подключение к 1с через https сервис это принято то же самое что реализован для бэк-офиса но тут конечно факт того то что нужно базу публиковать в веб-клиенте в обязательном режиме уже немножко не так целесообразно использовать сервис но для облачных конфигураций 1с это будет очень полезно потому что они же по умолчанию в клиенте и там уже принудительно будет использоваться этот механизм подключения этот функционал на текущий момент разрабатываться и будет в этом релизе и также 2 механика появится новая возможность это выгрузка метод для сквозной аналитики на текущий момент когда выгружается новые данные за диннс там компании контакты и сделки то для выгружается источник данных установится прочее и очень сложно анализировать данные по сквозной аналитики где был сделана сделка и так далее и появится возможность выгрузки этих меток из 1с и уже можно будет уже более подробно анализировать сквозной аналитики откуда данные пришли и там делать выводы этот функционал тоже на текущий момент разрабатывается и скорее всего они эти две функции выйдут примерно одинаково одинаково время для модуль синхронизации следующий модуль по которой хочу поговорить это модуль для интеграции интернет-магазинов этот модуль в первую очередь буду рассказывать про модуль который реализован на технологии xml точно стены с помощью с помощью xml и те новинки которые были реализованы в этом или уже реализованные были или сейчас уже или выйдут самое ближайшее время и начать хочу с маркировки товаров как уже не уже рассказывали появляются для разных групп товаров появляются маркировки обязательно маркировки они уже реализованы тоже конфигурациях 1с и поэтому модуль xml для седьмой версии также это поддержали что из себя подразумевает доработка по маркировкам а теперь у товара может выгружаться код группы товара и код маркировки местом 1с заполнен то также он и выгрузится в интернет-магазин и там при создании отгрузки уже нужно будет указывать штрих коды более того указанные штрих коды в отгрузку если отгрузка попадает в саму 1с то так то также в отгрузке 1с будут храниться эти штрих коды и в обратную сторону если же отгрузку создать в 1с и там указать эти штрих коды то тогда отгрузка созданная уже в бусе будет уже с этими штрих-кодами и уже когда будет формироваться чек то там уже будут эти штрих-коды это уже было кстати у региона в начале лет функционал был реализован потому что по закону уже часть групп товаров уже это уже обязательно маркировка например в обуви и следующее что было реализовано в 3s это новый модуль интеграции реализованный на xml и наконец-то для конфигурации родится мне уже на протяжении многих на реле от пяти спрашивали когда же будет модуль интеграции для родится и вот он горько могу сказать то что он может сказать что уже вышел он реализован на новых технологиях на технологии расширений там новый упрощенный интерфейс он по сути такая же концепция как и в модуль синхронизация тоже там журнал синхронизации там тоже будет журнал ошибок можно будет отправлять письма сотрудникам об ошибках также там бы не мониторить обмены будет полноценный реал-тайм то есть если в седьмой версии модуля у нас только в реал-тайме загружается документ то здесь вы будут и выгружаться информация как о товарах о документах так и загружаться заказа то есть по сути это новый обмен на новых технологиях в социализации причем с частичным решением проблемы именно с коллизией данных когда несколько обменов одновременно выполняется там станет очередь сообщений доработана доработан обмен заказов позволяющих работать в схеме которая была до обмена когда еще появились отгрузки и оплату есть можно будет только заказами обновляться то есть много что там было сделано и возможности этого модуля будут при практически такие же как и будут были в модуле седьмой которые не были которые есть модуль 7 версии для других конфигураций исключение что из этого модуля выпилен выгрузка контрагентов и выгрузка оффлайн документов то что это функционал мало кому нужен но от него как бы много проблем поэтому на текущий момент его выпилили все остальное есть и причем это работает все в режиме реального времени а этот модуль в режиме бета я думаю будет и он уже готов по сути он же протестировано еще я думаю на этой неделе еще финальное поделал тестирование и в режиме бета он выйдет или в конце этой неделе или на следующей неделе документация по модулю также будет уже этом в архивчике лежать и также я дам делаю документ документацией они ее публикуют на на сайте документации а вот небольшие скриншоты как это вот все некоторые скриншоты как этого модуля то есть если посмотреть уже товары стать настройки по облеска товаров стали более гибкими их можно настраивать для конкретно для каждого каталога товаров причем идентификатор уже можно и для предложений указывать переработана переработанная настройка отборов теперь выгружаемые склады и и прайс-листы уже находятся в отдельных вкладках а в самих отборах уже указывается конкретно по товарам более того так изменена архитектура снова стала возможность использовать кастомные отборы они кстати с последних версиях платформы 1с перестали работать в новом модуле для обмена они снова появится также доработан интерфейс соответствие загружаемых документов теперь и там есть режим простой и сложный потому что многие боялись когда заходили в эти настройки не там было очень много заполняемых полей и люди не понимали терялись где к чу заполнять просто в базовых настройках там будут отображаться только базовые настройки которые в большинстве случаев необходимы более для кастомные там уже нужно ставить продвинутые настройки там и указывать дополнительные настройки это вот именно по модулю для для интернет-магазина реализована xml реализованы на расширениях и реализованы для конфигурации розницы редакции 2 и 3 и какие же планы планы кстати на самом деле очень большие и это разработка комплексного модуля интеграции с битвы 24 по сути на текущий момент у нас есть три модуля интеграции с битвы 24 это модуль 11 синхронизация парка тоже говорил модуль из бы кофе с как парка точно также говорил есть небольшой модуль экспорт печатных форм и отчетов этот модуль необходим для того чтобы можно было перед первичные документы и отчеты экспортировать из 1с в живую ленту битвы 24 и потом уже с ними обсуждать так вот принято решение эти все три модуля объединить объедините в один потому что появится новый плюс во первых модуль будет один и вам не нужно будет там засорять весь интерфейс 1с там различными разделами не будут засоряться кнопки там будет все будет более органично во первых а во вторых между этим модулью появится дополнительная с энергии на текущий момент мой сонизации бы кофе с тоже может как-то взаимодействовать чуть-чуть но то что он сейчас за модель то что он будет за моделит это там можно сказать что ты бы две большие разницы и сначала я хочу рассказать про модуль 1с синхронизация в этом модуле так у него будет уже все три модуля появятся новые возможности первым то что появится это новый механизм автоматизации на текущий момент модуль синхронизации он как Как у нее есть автоматизация? Там только можно принудительно поставить статус у сделки, если он оплачен или отгружен. Но появится еще механизм автоматизации, те, которые есть в бэк-офисе. То есть можно будет использовать роботы и триггеры в B324. Например, появится триггер частичная оплата. Кстати, я вам не сказал, но в бэк-офисе версии 3.5 появится еще один триггер, который просили частичную оплату. Так вот, например, появится кейс, чтобы менялась стадия сделки, при частичной оплате на стороне 1С. То есть настраиваете триггер, заказ частично оплачивается, и хоп, сделка меняется. Или, например, выгрузить печатную форму, например, у заказа, это заказ клиента, или там УПД какой-нибудь, если это отгрузка. То же самое, меняется стадия у сделки, отправляется запрос в 1С, 1С сформирует печатную форму и выгружает в таймлайн. И потом уже ее можно отправлять клиенту. Это вот первый. Второй механизм, то, что появится, это работа из одного окна. То есть, когда будет модуль сохранизации выгружать объекты из 1С, B3, B4, в таймлайн будет храниться ссылка на этот объект в 1С. И кликнув на который, этот объект откроется в слайдере или в десктоп-приложении, и с ним уже можно будет оперативно работать уже внутри самой 1С. И если у вас будет настроен режим реального времени, то сразу изменяя в 1С, у вас же сразу же эта сущность изменится в B3, B4. То есть, по сути, у вас получится бесшовная интеграция. Следующий момент, что там реализован, это оптимизация и синхронизация данных. Там немножко сделана больше транзакционность, и, например, сделки уже будут выгружаться не разными запросами, а уже комплексно, и должны пропасть проблемы с потерями данных. Например, товары теряются, или в табличной части, или еще каких-то. И, конечно же, так как будут все три модуля, там будет более тесное взаимодействие с модулями BackOffice. Это будет единый идентификатор, единый идентификатор, таблица идентификаторов объектов, что будет предотвращать от дублей. Также там будут дополнительные разные фишки. С головы вылезет. Так, это вот про модуль синхронизации. То, что вот на текущий момент уже реализован на альфа-версии. В модуле BackOffice, в свою очередь, появятся другие возможности. Это то, что очень многие просят. Это импорт товаров из документов в 1С и экспорт документов в документы 1С. То есть, создавая, если будете создавать из сделки, сущность, в которой есть табличная часть с товарами, например, из сделки будете создавать заказ поставщику, укажете там товары, нажмете «Провести» и «Закрыть», слайдер закроется, сделка обновится, в ней появятся товары с этого заказа поставщика, и сумма сделки выновится. Если вы сделаете еще один заказ поставщика, то он также проведете, то эти товары также добываются. То есть, у вас будут товары, уже относящиеся к двум сделкам, и сумма будет у вас общая. И тогда вам как бы все намного упрощается, вам не нужно заполнять, вам вообще не нужно будет ввести товары в самой B324. И наоборот, если же вы создаете сделку, указываете там товары, эти товары попадут в новый документ, в который есть табличная часть товара. Это не обязательно заказ, там может быть заказ покупателей, заказ поставщика, счет на оплату, счет, наоборот, счет получаемый от клиента. Это может быть приход товара, это может быть отгрузка. То есть, документов, в отличие от модуля синхронизации, много больше. Также более тесное взаимодействие. Помимо таблицинтификатора общий, также можно будет использовать единый механизм синхронизации компании контактов. На текущий момент модуль Backoffice только в простом виде синхронизирует компании контактов. А используя модуль синхронизации, то он уже будет подтягивать уже и дополнительные поля, и там служебные дополнительные поля. Удален в 1С, помечено на удаление остаток, не остаток, а задолженность и так далее. То есть, намного больше информации будет передаваться в обе стороны. Это про то, что появится в модуле Backoffice. Если посмотреть по архитектуре модуля 1С, то она тоже немножко изменилась. То есть, по сути, будет базовая подсистема, можно сказать, что это же фреймворк 1С по взаимодействию с Bittrex 24. То есть, там будут процедуры и функции взаимодействия, формирование REST-запросов, батч запросов, обычных запросов, отладки почты по ошибкам. И будут еще отдельно, независимые друг от друга подсистемы с функционалом. Автоматизация, это которая бизнес-процессы. Синхронизация данных, это модуль синхронизации данных. Один из Backoffice, это много сервисов по Backoffice. То есть, уже сейчас на текущий момент 4, будет 5. И еще экспорт отчетов в живую ленту. Это тот маленький модуль, про который я говорил. И по поводу этого модуля могу сказать, что этот модуль комплексный. Он пока в варианте прототипа при альфа-версии. Тот весь функционал, который я сказал, он уже реализован. Но выйдет этот модуль тогда, когда выйдет новый REST по товарам, хотя бы в каком-то базовом виде. Потому что, как вы уже многие знаете, у нас товары переделались, карточка товаров у нас переделалась. И делать на старом REST по товарам этот модуль как бы нецелесообразно. Потому что, когда выйдет новый REST по товарам, будут очень большие проблемы с совместимостью этих товаров. Поэтому, чтобы с самого начала не попадать на эти сложности, поэтому решено делать уже на новом REST на товарах, хотя бы в базовой версии. Выйдет он в первую очередь для модуля UNF, который более функциональный. И потом саварение уже будет для всех остальных модулей конфигурации. И через некоторое время, через полгода или через год, поддержка этих модулей отдельных, которые с синхронизация, book office и отчетов, скорее всего, поддержка прекратится. Они после этого еще, может даже год, даже больше будут работать. Но потом они перестанут работать. Но если так сказать, то что весь функционал этих трех модулей будет именно в общем комплексном модуле. И как получить наши модули интеграции? Модули интеграции также можно, как и раньше, получить на сайте 1s1s.bitrix.ru. Там есть раздел для модулей для Boost, которые модули для интернет-магазина. И там же будет модуль новый для розницы. И на странице скачивания модулей для B324 там можно скачать модули расширения для конфигурации. Для модулей для B324 скачать. И там же можно, кстати, как сами модули на расширениях, так и обработки установщиков, обработки такие скрипты, которые запускаются в 1s. И с помощью них можно автоматически, не заходя в конфигуратор, не изменяя конфигурацию, поставить модуль и уже сразу работать. И вот тут небольшая табличка по доступности модулей по тарифам. Многие меня спрашивают, и у них есть их поддержки, вопросы. На каких модулях 1s, какие модули на каких-то их планах доступны? Если посмотреть, то 1s.backoffice доступен в тарифных планах CRM+, команда и компания, модули синхронизации доступны на компании, а экспорт печатных форум доступен на всех тарифных планах. Единственное, я хочу сказать про модуль, который комплексный. Он будет состоять из трех модулей, но разный функционал будет доступен только на разных тарифных планах. Например, экспорт и импорт товаров в бэк-офисе будет доступен только на том тарифном плане, на котором будет доступен модуль 1s. синхронизация. потому что то что как бы на текущий момент то что модуль бэк-офис который будет и будет использовать импорт экспо товаров он будет использовать функционал модуль сохранизации поэтому так все будет работать спасибо всем за внимание если я снова могу отвечать на да саша вопросы вопросы есть готов готов окей здесь с претензии ну и где собственно рест обмена 1с и books арест обмен с гусс как у какой раз за место чего чего каталог магазин так на самом деле я тоже его жду мне обещали в планах стоит рест по новым товаром и как раз таки вот именно новую модульку комплексный модуль застопорился именно из-за этого потому что рест по товаров пока нет плане планируешь уже давно поэтому и модуль это зарабатывал 100 уже тоже довольно таки давно но выйдет он только тогда когда вот товар не я делаю рест по товарам к сожалению если бы делал бы я тут уже было ну хорошо так соскочился михаил дальше спрашивает вот михаил интересует связь битрикс 1с у nf там там свой серым да и связь серым битрикс связь между между нашей серым к и но на соответствии ли пока не планируется я знаю что там она есть и причем она уже все больше и больше паха похоже на нашу церем пока таких планов чтобы делать общее цереме то что по сути зачем церем там и там используйте церем только в одном месте маке и хорошо здесь говорят что нужен новый модуль bus 1с без внесения изменений в конфигурацию постоянно ну вот модуль который бусовский для розницы как раз таки он и сделан так для других как раз модули уже были и пока не планируется делаться скиш надеюсь что новый рест допилит он появится и как раз таки вот на основании это модуля для розницы к этому полностью все протестируем в бете и уже будет будет точно примерно точно такие же модули для остальных конфигураций которые направлен форма где поддерживают эти 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 расширения вот скажи модуль для интеграции розницы будет интегрировать и и бусы б24 или но он самом деле будет xml и и бусы б24 как бы его поддерживать но конечно лучше хотя кстати сейчас у нас есть тарифный план церем плюс 3 магазин для него да полезно это использовать для буса полезно использовать дальше людмила спрашивает маркировка будет передаваться только на бус или в интернет магазин на облаке тоже и ожидаем но кстати насчет не знаю как он будет работать на магазине в 24 скорее всего там уже нас отгрузки не передаются раз они не передаются соответственно и у нас штрих-кадание как передаваться не будет вот но в будущем я думаю когда будет рест но арест по товарам новый там будет передаваться именно признак тоже нужно маркировать товар и соответственно там уже есть уже и заказы и отгрузки я думаю там будет такая возможность с базовой розницей будет работать или только носка я знаю на базу рису не не поставить расширение ног у меня просто нет конфигурации базу я не могу посмотреть но я думаю то что скорее всего на рынке в базовой рознице есть уже встроенный модули от от 1с он менее функционально конечно но базовую функцию выполняет можно использовать его пока его здесь еще евгений спрашивает зачем убрали контрагентов как учитывать клиентов смотрите данном случае как этот функционал вот для розницы убрали потому что да он есть им пользовались но контрагенты как правило выгружались не в самом таком хорошем виде потому что там профили свои там куча куча разных нюансов и на текущий момент это просто минус минусов больше чем плюсов поэтому пока вы здесь же будет большой спрос и будет все хотим 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 сделаем но посмотрим вот на самом деле пока этот модуль будет в эти потом будет видно здесь сергей спрашивает будет ли нормальная реализация интеграции битрид 24 бус и 1с сейчас плохая что нет сейчас хорошая но есть момент что что люди люди ставить сразу и модуль xml и модуль для битрид 24 особенно если у нас тарифный план crm плюс от магазин и товары выгружая через xml и заказы получает от от crm ку через модуль синхронизации как бы не очень удобно но я думаю то что когда выйдет новый рест по товарам будет только модуль синхронизации для если для b24 который будет работать если же вам нужно интеграции между еще чтобы отдельно бус как отдельный продукт битрид 24 как отдельный продукт тут полно нужно будет уже две разные интеграции и они же между собой уже работает знаю партнеры которые используют 1с как буфер между интеграции b24 и 1с то есть как бы им им проще через 1с сделать обмен между этим через через 1с сделать обмен между b24 и бус чем напрямую то есть в разные кейсы есть давай последний вопрос значит ты упоминал про дубли то есть напомню просто еще раз будете какой-то прям явный механизм борьбы с дублями смотреть на текущий момент модуль синхронизации есть какой механизм есть помощник импорта помощники слияния компаний контактов то есть если у нас есть база 1с если у нас эти база битрид 24 то перед тем как начать обмен там заходите в обработку и человек подгружаете как бы в оперативную память и там потом настраиваете маппинги сущностям там они по наименованию может искаться по e-mail по телефону то есть вы сами полуавтоматический режим делаете маппинг нажимаете кнопку привязки привязываться и больше дублей уже нет то есть этот первый механизм второй механизм это уже в момент синхронизации данных выгрузки как компаний компаний контактов есть уже возможность в момент выгрузки там если стоит настройка определенная можно проверять дубликаты по телефону email если такие уже если когда выгружается компания контакт с указанным телефоном если такая сущность уже есть битрид 24 с таким телефоном то она тупо обновится но и не они создастся новые есть также механизм контроля при загрузке контрагента при загрузке компании контактов в 1с создавая контрагент там есть тоже правило именно поиска контрагента он сначала ищется по внешнему дефекат внешне модификатору для 1с это идентификатор битрид 24 если он один то этот контрагент если же не найдено может искаться по другим критерям по телефону по e-mail по наименованию и только если уже по всем не найдет то он тогда создаст новые контрагенты и тогда если это может создастся дубль вот а если если будет найден или будет найдено несколько то ничего не создать окей саша большое тебе спасибо я думаю что мы твоим докладом будем завершать наш нашу партнерскую конференцию наш техно день